Всем привет, друзья! Как известно, Новый год, время волшебства. Но в футболе сразу у всех все волшебно быть не может, поэтому кто-то сейчас приходит в себя от того, что волшебство перекочевало к другим командам. Ливерпуль уже по факту не лидер АПЛ, хотя по документам им и является, а у Челси просто не остается аргументов против команд, которым не надо нащупывать свой стиль в темноте. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам о том, что постоянный партнер моего канала, компания MarathonBet, проводит новогоднюю акцию для игроков из Украины. Условия участия максимально просты. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться, используя специальный промокод, сделать всего лишь одну ставку, и вот вы уже участник розыгрыша iPhone 12 или оригинальных футболок Манчестер Сити. Все условия участия и подробности акции вы сможете найти по ссылке в закрепленном комментарии. Удачи! Итак, в футболе, безусловно, есть незыблемые истины. Например, в АПЛ многие команды играют сериями, то удачно, то неудачно. В этой лиге это проявляется, наверное, ярче всего в Европе, и причина не в том, что они какие-то особенные. Нет, причина банально проста, это плотный график матчей, невероятно плотный график. Я бы даже сказал, график на грани выживания, поэтому пройти в АПЛ дистанцию более-менее ровно удается только иногда и только избранным. Например, сейчас удачные серии выдают Манчестер Юнайтед и Арсенал. Неудачные – Вулверхэмптон, Челси, Ливерпуль. Потом они могут поменяться местами, или их места займут просто какие-то другие команды. У Челси в этот новогодний период один из самых сложных графиков, очень плотно расположены матчи, и через 48 часов после прошлого они играли следующий. А у Манчестер Сити, например, один из самых лайтовых графиков в этот период, потому что они даже перенесли один свой поединок против Эвертона из-за коронавируса, который только побеждал в это время. То есть Эвертон побеждал, не коронавирус. Хотя 2021 год в Европе опять начинается с ковида. Кроме Англии, сюда сейчас подключается и Италия. Можно было даже заподозрить, что Манчестер Сити манипулирует историей с ковидом. Потому что у них там кто-то заболел, а кто, они сами не сказали. Поэтому давайте матч против Эвертона, который прет и только побеждает, мы как-то перенесем немножечко на попозже. И такие случаи в футболе уже известны. Манипулирование. Но по составу на матч против Челси стало понятно, что нет, там действительно все не так уж и легко, потому что вратарь дебютант АПЛ. Потому что впервые Зинченко появился в составе на матч АПЛ в этом сезоне. И команда вышла вообще без нападающих. Вратарь США сразу удачно дебютировал и взял мяч в руки от своего. Здесь можно над этим посмеяться, конечно же. Можно вставить шутку про американский футбол. Давайте представим, что она здесь была. Более интересна фигура Зинченко, потому что про него начали вбрасываться опять новости, что его хотят продать или его там многие хотят купить. Сейчас начал упоминаться Лацо. И в этот период как раз-таки Гвардиола начинает ставить его в состав. И что самое интересное, и против Арсенала на кубок, и против Челси в чемпионате, Зинченко играет намного более активно в атаку, чем он играл, наверное, все предыдущие годы в составе Манчестер-Сити на позиции левого защитника. Это то, чего ему так не хватало. И против Арсенала он дал голевую, против Челси он дает предголевую. А Манчестер-Сити хотел себе летом купить Чилвелла на позицию левого защитника. Вот как раз-таки была возможность сравнить, как же играет Чилвелл в составе Челси и как играет тот человек, который выходит на месте левого защитника у Сити здесь. На данный момент это был Зинченко. И вы знаете, Чилвелл выдает, пожалуй, один из самых худших матчей в своей карьере в АПЛ, потому что он провалился везде. И в атаке, и в обороне. И да, по индивидуальным скиллам левого защитника, безусловно, Чилвелл сильнее, чем не защитник Зинченко, но не защитник Зинченко в этом матче выглядел сильнее, чем Чилвелл. Почему? Потому что футбол игра командная. И вот тут, если мы берем более глобальную картину, Сити, конечно же, уничтожил Челси. Челси вышел играть 4-3-3, и эта схема, конечно же, позволяет высоко и активно опрессинговать, потому что у тебя есть целая передняя тройка. Кроме этого, ты не должен проигрывать центр поля, потому что у тебя есть сразу три центральных хава, но эта схема узкая. Узкая, а значит, требует очень активной работы крайних защитников. Например, чемпионский Ливерпуль является практически эталоном игры по схеме 4-3-3, по крайней мере, по одной из ее интерпретаций. А Гвардиола – это тренер, который, ну, пожалуй, чуть ли не шире всех в мире, или, по крайней мере, в топовых лигах играет, поэтому, конечно, он будет использовать ширину. Он не полезет в центр, если там нет для него явного преимущества, поэтому ему нужно полезть туда хитрее. Что делал Манчестер Сити? Конечно же, начинали атаку, а не тройкой сзади, когда Родриго опускался между двух центральных защитников. Это позволяло подниматься двум крайним защитникам повыше, но один из них смещался в опорную зону, в данном случае Канцелу. Если он смещался в опорную зону, то он брал на себя одного из центральных полузащитников Челси. Это значит, что этим он мог позволить, допустим, тому же Бернарду подняться выше, потому что возле него нет опекуна. Или, например, если на Канцелу никто не отвлекался, то сам Канцелу может подняться выше по коридору и фактически становиться чуть ли не инсайдом, заметьте, с какой позиции Канцелу выводит на позицию для удара Дебрюйне. То есть это вот она и есть позиция инсайда, и Канцелу успешно выполняет эту задачу от Гвардиолы. И вот уже у Челси не то, что нет преимущества прессинге, у них уже нет никакого преимущества и даже равенства в центре поля, потому что у Манчестер Сити появляется свободный игрок, благодаря тому, что тот же Канцелу смещается в опорную зону. И появляется также свободная зона перед защитниками Челси, потому что все хавы поднимаются повыше, все хавы берут себя по сопернику, но оказывается, что тот же самый либо Гюндаган, либо Силва оказываются без соперника. И они могут двигаться в эту зону между линиями. Сюда может открыться сам Дебрюйне под передачу, но также Дебрюйне может увести, например, Зума, и никого не будет в этой зоне совершенно. Это, так скажем, производная из этого же паттерна у Гвардиолы на данный поединок. Когда Дебрюйне уводит Зума с позиции, следовательно, в эту зону может начинать смещаться Фоден. Но за Фоденом должен побежать Аспеликуэто. Аспеликуэто к этому не готов оказывался, потому что нужно было держать как можно больше баланса. Тот же самый Тиаго Силва следил и за Фоденом, который должен бы сюда сместиться, но в то же время этот же Бернардо, либо Гюндаган начинают бегать из глубины, и тоже надо на него отвлекаться, потому что хавов отыграли. И этот парень, про которого сказали, что через пять лет он будет бороться уже ни много, ни мало за золотой мяч, Фил Фоден я имею в виду, тут как бы можно много спорить, но его потенциал он виден. Просто его стиль игры не особо пока похож на того, кто будет бороться против Холланда, против Мбаппе, потому что там надо будет и много забивать, и очень ярко играть. Но в целом Фоден тактически великолепно подготовленный футболист. Это тот, кого взрастили здесь и довели до такого состояния, что он способен выполнять любую задачу Гвардиолы на поле. Ведь Фоден, он выходит и на позиции Вингера, как было в этом матче, на позиции Инсайда, как было в других матчах. Он может забегать в зону девятки, как было в матче против Челси, он забил мяч с позиции девятки. То есть понятно, что если оценивать тактическую грамотность среди молодых футболистов, Фоден будет явно в топ-10 молодых игроков сейчас в Европе, по данному показателю. Тактически более грамотно, чем он? Ну, я не знаю, кто двигается. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Кроме того, что Манчестер Сити имел понятный и работающий лично для себя план, который был абсолютно непонятным в головах парней Фрэнка Лэмпорда, сами защитники Челси тоже накосячили. Очень даже здорово, потому что, понимаете, все эти перемещения это классно, но вот все же все равно сводятся в концовке к индивидуальным противостояниям. Например, при 1-0 Тьяго Силва проиграл стартовый рывок Гюндагану. Это не Агуэро, это не молодой Жезус, это Гюндаган, очень здорово отыгравший в этом поединке Гюндаган, как раз-таки благодаря кому? Благодаря Концеллу в первую очередь, благодаря Дебрюйне во вторую очередь, благодаря Гвардиоле вне очереди, потому что его система открывала абсолютно свободу движения для Гюндагана, потому что на него не хватало соперников, как я уже сказал. Поэтому Гюндаган провел шикарный матч благодаря своим партнерам. Ну и сам он, собственно, выиграл эту дуэль у Тьяго Силва. Я тогда еще говорил перед началом сезона, что брать в АПЛ 36-летнего защитника это не очень хорошая идея, потому что это все равно же вылезет рано или поздно и в самый неудобный момент. И вот оно здесь вылезает, потому что если бы Тьяго Силва проиграл рывок или касание стартовое Жезусу, окей, окей, понятно, но это Гюндаган. А при 2-0 Чилвелл не выдерживает линию офсайда, хотя абсолютно очевидно, что все защитники Челси пытаются поднять эту линию и оставить Фодена вне игры, но Чилвелл забегает. А Тьяго Силва тоже здесь очень спорный момент, то есть он мог и держать линию офсайда, и фактически он справился с этой задачей, он оставил Фодена во вне игры в отношении себя, но он не видел Чилвелла. Но также Тьяго Силва мог сделать просто два приставных шага вправо, на это было время, потому что передача на Фодена была не молниеносная, и просто перехватить эту передачу, он мог закрыть эту линию. Но в 36 лет, знаете, хочется как бы не очень много бегать, хочется сыграть интеллектуально, на опыте, оставить молодого в офсайде, и просто потом спокойно ходить и улыбаться. Но улыбался в этом матче только Фоден, а не Тьяго Силва. Вообще, Сити похоронит эту игру всего лишь за отрезок в 15 минут в первом тайме, и это покажет, насколько футбол жесток. Потому что третий гол, ну окей, там первые два, ясно, там есть хотя бы какие-то тактические предпосылки, ну как бы не какие-то, а абсолютно очевидные, но третий гол это мелочи, вот эти мелочи в футболе играют важнейшую роль, потому что после третьего Челси уже не имел шансов встать вообще, моральных шансов в первую очередь. Потому что Канте обрезает всю команду после стандарта у ворот Манчестер Сити, когда он старался обрезать весь Манчестер Сити. Но передача не точная, техническое действие выполнено не на 100%, вот она обрезка, вот уже Стерлинг выбегает один в один с центра поля. Хотя на самом деле Канте мог и должен был создать голевой момент для Челси, а в итоге создает для Манчестер Сити, из-за того, что буквально не попадает в мяч там на какой-то сантиметр ниже. Небольшая совершенно помарка, а волос на голове Лэмпорда становится меньше. И нервных клеток, конечно же, тоже. Сам Челси очень мало создаст в этом поединке, по причине того, что Сити играл без нападающих, Сити играл не в высоком прессинге, их схема в обороне в среднем блоке уже была 4-6-0, поэтому найти свободного партнера в центре поля для Челси было практически невыполнимой задачей. Они прорывались только через борьбу, да, там что-то они попытались создать, но это просто мизер, по сравнению с тем, что должен делать Челси, играя на своем стадионе. Но все же команда Лэмпорда выиграет второй тайм, когда забьет гол на 90+, но здесь я не знаю, насколько серьезно можно к этому относиться, потому что Рубен Диаш явно хотел сыграть, как Тьяго Силва, то есть 90+, бежать я уже особо не хочу, давайте Мадой забивает, и счет 3-1. На 90+, да, можно немного полениться, но я уверен, что Гвардиола разнесет просто и Диаша, и всю остальную линию обороны, и центр поля, которые позволили развиться этой атаке, потому что все-таки 3-0 на выезде против Челси было бы, ну вот прям то, чего так сейчас не хватает к Гвардиоле, потому что в последних матчах Сити забивал там по одному всего лишь голу, по-моему, где-то только два, но в общем им нужна такая победа, им нужны разгромы, а тем более разгромы такого соперника, как Челси, на выезде. Ну, разгром он, по сути, получился, потому что все понимают, что Сити вчистую выиграл, но вот по счету 3-0 было бы, конечно, поярче. И вот после таких поражений, конечно же, пресса сразу пестрит заголовками о том, что Лэмпорда надо увольнять, потому что, ну, в таких командах, как Челси, когда идет неудачная серия, то у тебя сразу начинается давление со стороны прессы. И в этих неудачных сериях, на самом деле, нет ничего страшного, потому что они происходят у многих в Англии, и все думающие журналисты, как минимум, должны понимать причины, почему происходит то или иное. Либо у тебя не хватает футболистов, либо просто они устают из-за графика, либо еще там что-то, но проблема не в результатах, проблема в стиле этих поражений, потому что Фрэнк Лэмпорт так и не подстроился под игру Гвардиолы без нападающих в этом поединке, а состав на матч известен, как всегда, минимум за час до игры. И вот ты понимал, что Сити выходит без Агуэро, без Жезуса, и при этом ты все равно начал давить на Манчестер Сити в высоком прессинге, играя персонально, а тут как бы добавляется Канцеллу, на него нужно тоже либо обращать внимание и освобождать таким образом Бернарду или Гюндагана, либо не обращать внимания и сам Канцеллу становится инсайдом. Кроме того, Дебрюйне будет играть между линиями, и это понятно, а у тебя нет ни одного опорника, который будет закрывать эту зону. То есть тебе придется оставлять зума на Дебрюйне, ну как бы извините, Дебрюйне его уделает, как минимум, либо на обманных движениях, либо на дриблинге. Поэтому против Дебрюйна здесь должен был играть, наверное, Канте, то есть Канте должен был играть чистого опорника, который выжигать будет эту зону между линиями. Этого человека просто не было. И он пытался и поменять схему по ходу поединка, и менял футболистов. Он выпустил на разминку в перерыве абсолютно всю скамейку запасных, абсолютно всю. Наверное, Лэмпорт, если бы мог, поменял бы весь состав Челси, но проблема же была не в игроках. Хотя, конечно же, к Зиешу можно предъявлять претензии, что он никакой в прессинге. Я не знаю, почему сейчас так происходит, но он никакой в прессинге. Даже во время первого гола Манчестер Сити эту передачу, которую выполнял Зинченко, можно было закрыть. Но Зиех просто взял, остановился и посмотрел, как отдаётся пред голевая, а потом все так же смотрят, как Гюндаган врывается между линией. И как бы вот и всё. Поэтому, да, здесь можно предъявлять индивидуальные претензии, но в первую очередь Челси проигрывает тактически. И хоть что-то в этом матче в Челси смогли показать только те парни, за которых не надо было платить большие деньги в трансферное окно. И которые вышли на поле биться. Маунт, Адои, Гилмор. Челси всегда имел репутацию команды крепости на бридже. А за крепость нужно биться. Сейчас Челси комплектуется игроками, которые, безусловно, талантливые, молодые, скоростные, техничные. И Челси будет, наверное, они по крайней мере так хотят, они видят это в будущем, они будут играть красиво, они будут побеждать соперников очень быстро, на скоростях и так далее. Но проблема в том, что таких команд в мире уже, так скажем, немало. Посмотрите на Бундеслигу, там половина таблицы вот такая, оттуда это все идет, и это многим нравится. И многие хотят играть примерно так же, или, так скажем, модифицировать их модель. Но Лэмпорт не лучший тренер такого стиля, возможно. Возможно, конечно же, что-то там в нем откроется и будет просто космос, но пока ощущение такое не складывается. И он хочет играть в тот футбол, который Челси не свойствен дома. И тренеров увольняют не тогда, когда результаты, например, ухудшаются. Результаты это всего лишь одна из составляющих. Тренеров увольняют, когда нарушаются какие-то фундаментальные принципы клуба. Результатов нет, это одно. Нарушается стиль, это другое. Хотя это вопрос спорный, дискуссионный, какая разница, как побеждать, в каком стиле, но все-таки у каждой команды должен быть какой-то свой почерк. Либо нарушается, например, субординация внутри клуба. Тухель и Леонардо в ПСЖ, один из примеров. И вот сейчас Лэмпорт плывет в двух фундаментальных вещах. Это результаты и это стиль. И если бы он не был настолько легендарной фигурой для Челси, то, возможно, бы его уже и убирали. Возможно. Хотя Челси это клуб, в котором решения могут приниматься абсолютно спонтанно, поэтому не удивлюсь, если я пока записываю этот видос, а Лэмпорда уже в команде и нет. Но также я еще добавлю сюда и тот момент, про который мы говорили Артета вот примерно так же важен для Арсенала, как Лэмпорт для Челси. Хотя я думаю, что Лэмпорт, безусловно, более легендарный для своего клуба, чем нынешний тренер Арсенала для своего. Но Артета вот этим своим рвением, вытаскиванием самого себя и своей молодой команды из дерьма, вот это сейчас неплохая серия, которая пошла у Арсенала, он, во-первых, спас свою репутацию на время. И он также показал, что, в принципе, молодым тренерам надо доверять. Они все-таки что-то могут. И он спасает, возможно, косвенно и самого Лэмпорда, потому что Челси смотрит на Арсенал и понимает, что у нас тренер, который тоже хочет что-то построить с молодыми ребятами. И если уж у Артеты начинает получаться, то, наверное, у Лэмпорда тоже получится. Поэтому Артета спасает и Лэмпорда отчасти тоже. Но в чем разница между Артетой и Лэмпорда прямо сейчас? В том, что Артета хочет вернуться к фундаментальным вещам Арсенала, а Лэмпорт пока только дистанцируется от фундаментальных вещей Челси. Манчестер Сити из-за того, что пропускал некоторые матчи, не взлетает в турнирной таблице так резко, как это сделал, например, Манчестер Юнайтед. Сейчас именно МЮ и Сити это два теневых лидера АПЛ по потерянным очкам. Через пару-тройку туров наверняка снова все поменяется, потому что, напоминаю, что еще в декабре Тоттенхэм был одним из главных претендентов на чемпионство. А что сейчас происходит, сейчас уже совершенно другая история. В феврале будет третья история, в марте четвертая, поэтому про чемпионов потенциальных будем говорить, наверное, где-то в апреле, не раньше, потому что в этом году плотный график, очки теряют абсолютно все, никто не идет на какие-то сумасшедшие рекорды, поэтому все будут меняться местами фактически после каждого тура. Юрген Клоп не поставил на матч против Саутгемптона в оборону молодых парней. Он выставил в центр обороны Хендерсона и Фабиньо двоих опорников. Это не могло дать надежность с точки зрения центральных защитников, но это дало по крайней мере опыт. Опыт это иногда важнее, чем навыки. Да, такое бывает, потому что поставить молодежь и получить от Дани Инкса это как бы не очень хорошо. Поставить не молодежь и все равно получить от Дани Инкса это тоже не очень хорошо, но, кстати, получил гол Ливерпуль в этом матче не из-за своих центральных защитников. Рассказ об этом матче я не могу не построить вокруг тезиса, который я продвигал на канале давно. У Ливерпуля достаточно тонких мест, которые обязаны были порваться рано или поздно, потому что влияние этих тонких мест на игру колоссальное. То есть, как бы нагрузка на эту нить, которая связывает абсолютно все, которая позволяет Ливерпулю вырывать победы, эта нагрузка слишком серьезная и под давлением графика в этом сезоне, под давлением того, что в принципе Ливерпуль обязан был уже где-то прогибаться, эта нить разорвалась. Надолго, ненадолго, это мы узнаем только позже. Я не Настрадамус, не знаю, но конкретно сейчас эта нить, даже две нити разорвались, потому что есть два тонких места у Ливерпуля. Это линия атаки, которая нуждалась просто в переосмыслении, поэтому Клоп и хотел взять себе Вернера изначально, но взял Жоту, поэтому он даже когда-то покупал себе и Шакири, но эта история не взлетела. И второй момент, второе тонкое место, это конечно же аномально результативные крайние защитники. На результативности крайних защитников на их ассистах ну невозможно постоянно выиграть, потому что когда-то же защитники перестанут отдавать голевые передачи пачками, перестанут ставить какие-то сумасшедшие рекорды. И вот ты без крайних защитников, таких результативных, без переосмысленной линии атаки и мы получаем то, что получаем. В атаке в этом сезоне первым просел Фермина, но его подстраховал вовремя Жота. Сейчас Жоты нет. Салах стреляет пачками, то есть у него уже третья серия в этом сезоне, где он не забивает по три игры. Это много для нападающего. Кроме того, он не прогрессирует в тех слабых моментах, которые у него были например еще два года назад. Мы на стриме лучших футболистов 2020 года прекрасно разбирали вот это вот все. То есть там как не было дриблинга, так его и нет. Он как бы есть, но надо покруче. Он как был два года назад в таких показателях, но таких же он и остается до сих пор. Мане после того, как приехал из сборной в ноябре, забил два гола в 12 матчах. Без голов победить будет весьма сложно. И вот на примере атакующей тройки Ливерпуля мы можем посмотреть, насколько тяжело стабильно давать результат на протяжении долгого времени, опираясь на одно и то же. Потому что либо ты просто немножечко сдашь, это нормально, при таком-то графике каждый футболист сдает в Англии рано или поздно. Просто у кого-то это бросается в глаза, кто-то просто немножечко маскируется под партнеров и пережидает свой не совсем лучший период, просто подыгрывая остальным, но при этом как бы не кажется, что ты где-то что-то сдаешь, где-то физически не вывозишь. Да, там где-то нет парочки лишних рывков, но в целом это не бросается в глаза. Рывки, все, что касается физики, это, конечно же, фишка. Салаха, Имане, они должны это делать, а сейчас они это делать не могут. Джота сломался, а выход Шакири это всегда от клопа как белый флаг. Ну, как бы я сам в него не верю, но вдруг, но вдруг, и каждый раз Шакири выходит и ничего вообще. Идет в центр поля, получает там мяч, отдает поперек либо назад и вот вышел человек спасать ситуацию. Что касается крайних защитников, то Александр Арнольд начинает не просто сдавать, он откровенно проваливается в последнее время. На нем было очень много чего завязано в чемпионском сезоне, но сейчас ассисты уходят. И не сказать, что это было непрогнозируемо, мы говорили, что настолько много ассистов ну невозможно отдавать, а других ассистентов у Ливерпуля не наблюдается, ну так, чтобы пачками кто-то отдавал. Для этого пришел Тьяго, но про Тьяго я еще скажу немного позже. И вот все эти факторы приводят к тому, что Ливерпуль в последних матчах не просто не забивает, мало атакует. А там, где атакует, он это делает немножечко на рефлексах, потому что надо там либо отыгрываться, либо попытаться вырвать победу и банально там не бьет в створ, допустим. И такие провалы всегда наступают мгновенно. То есть вот только-только было 0-7 на выезде против Кристал Пелос и потом обрубается. Только Нострадамус мог попасть в точную дату, но сказать, что провал Ливерпуля или так скажем атакующий кризис Ливерпуля был непредсказуем, нет, он был вполне предсказуем, просто вопрос был всего лишь в датах. И вот таким образом Хазенхютель впервые в карьере побеждает Юргена Клопа, что даже заставило его расплакаться после финального свистка. Немного странная реакция, не находите? Потому что, ну, когда мы говорим про футбол на топ-уровне, то даже, когда ты тренер Саутгемптена, победа над любым из своих соперников в чемпионате, будь то хоть действующий чемпион, ну, она не должна вызывать настолько большую бурю эмоций, но, видимо, для Хазенхютеля это было принципиально важно когда-то обыграть Юргена Клопа, потому что, ну, как бы, они работали вместе в Германии, точнее, друг против друга они там сыграли только, правда, один раз. Большинство матчей как раз-таки было сыграно уже внутри АПЛ, но явно для Хазенхютеля Клоп это огромный раздражитель. Вот он его впервые побеждает. Многие тренеры могли бы, наоборот, использовать эту победу как шанс заявить что-то громкое, например, там, смотрите, я обыграл чемпиона Англии, какие еще вам нужны доказательства моего хай-класса? Ну, так бы сказал, допустим, Жозе Мауриньо. Хазенхютель показал себя абсолютно таким простым эмоциональным человеком, для которого была архиважна эта победа над Клопом. Хотя его успех в этом матче весьма условный. то есть, если копать чуть поглубже, то, конечно же, станет понятно, что Саутгемптон просто отыграл вторым номером, что были периоды в матче, когда владение было 88 на 12 в пользу Ливерпуля. Конечно же, Ливерпуль выиграет по ударам на 10 штук в гостях, но из 17 попыток только один раз попадет в створк. Яго в чистую разрулит центр поля, во многом из-за того, что его никто особо высоко не прессинговал, потому что Саутгемптон после того, как забил быстрый гол, сразу же сел поглубже. Поэтому говорить о том, что там Хазенхютель обыграл Клопа в тактической борьбе нет. Он обыграл его по счету, таких примеров в футболе просто полно. В футболе, безусловно, самое важное это итоговый счет, но это важно сегодня. А если мы говорим про более длинную перспективу, ну вот классический пример, мол, дайте сыграть этим командам 10 матчей друг с другом, и наверняка Ливерпуль выиграет больше поединков, чем Саутгемптон. Но конкретно здесь Хазенхютель был удачлив. И тонкие места Ливерпуля порвались в этом матче. Кроме неудачной игры в атаке, Александр Арнольд он же не просто перестал подавать, он провалился и в обороне. Потому что гол Саутгемптона на второй минуте он был после стандарта, и не сказать, что это было что-то такое невообразимо сложное, мяч пролетел возле Арнольда. И нужно было просто попасть в него, нужно было его вынести. Это работа защитника любого, хоть центрального, хоть крайнего. При стандарте нужно сыграть просто, а он промазал по мячу, или он хотел его либо принимать, либо непонятно что, либо его сбил соперник. Но эта ситуация не была сложная. И знаете, сколько вообще удачных действий в обороне сделал Александр Арнольд в этом матче? Ноль. Ни одного удачного действия в обороне. Ни одного перехвата, ни одного выноса, ничего. И, конечно же, Клоп не мог его не заменить. Да, безусловно, можно абсолютно справедливо повесить часть собак на Арнольда, который просто смешно пролетал над гнездом кукушки. Но невозможно не отметить этот факт, что, конечно же, пенальти на Мане был, и Ливерпуль обязан был пробивать 11-метровый. Но это вот в продолжении разговора о том, что, извините, внезапно в комнате ВАР в АПЛ пропал свет. Мы не видели. А также это может быть продолжением разговора, помните, нашего о том, что АПЛ будет немножечко так мстить Ливерпулю за его участие очень активное в проекте «Большая картина», что они хотят переформатировать вообще там английский футбол. Поэтому раз в пять туров, не чаще, чтобы сильно не палиться, можно подставить маленькие подножки. Где-то неудобное расписание, где-то пенальти на усмотрение. О, мы либо ничего не видели, либо наше усмотрение вот такое, хотя, безусловно, бы многие команды ВАПЛ пробивали бы здесь точку. Поэтому там подножечко, там подножечко, и вот уже вас Манчестеры могут обойти. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, комментируйте обязательно, подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки в описании. У нас, например, Телеграм очень даже живет и здравствует, поэтому заходите, я вас там очень-очень сильно жду. Играйте в футбол. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова